Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владец личного пособного хозяйства. Томаты уже давно высажены в теплицу, а значит пора произвести подкормки. После посадки рассады в теплицу томатам нужен в первую очередь азот для активного роста, а также фосфор для хорошего образования корневой системы. Для подкормок можно использовать различные минеральные удобрения, однако я стараюсь применять натуральные удобрения и в лучшей степени для подкормки подходит хлебный настой, о котором я рассказывал ранее. Дело в том, что в хлебе содержатся дрожжи, которые благотворно влияют на почвенную микрофлору и улучшают рост растений. Дело в том, что в дрожжах содержится доступный для растений азот, который нужен для роста, а еще в дрожжах содержится доступный органический фосфор, который нужен для нарастания хорошей корневой системы. Для приготовления хлебного настоя нам понадобится 2 килограмма остатков от хлеба, которые мы не съедаем, какие-то корочки остались. Многие используют их на корм скоту. В этом случае можно использовать раствор дрожжей. Итак, если мы готовим из хлеба раствор, понадобится 2 килограмма хлеба на 10 литров воды. Нужно настоять все 2-3 дня, а затем раствор полученный разбавить в соотношении 1 к 10 и данным раствором полить томаты примерно под кустик по литру раствора. Если же для полива готовим раствор из дрожжей, понадобится 100 грамм прессованных дрожжей на 10 литров воды. Опять же, настаиваем 2-3 дня и разбавляем в соотношении 1 к 10 для полива томатов. Если у вас нет прессованных дрожжей свежих, а есть только сухие, тогда понадобится 70-80 грамм на 10 литров воды. И опять же, настаиваем 2-3 суток для полива. Кроме дрожжей для полива можно использовать и зеленое удобрение, ведь в них содержится много азота, нужного для роста наших томатов. Лучшими травами для приготовления зеленого удобрения, бродиловки так называемой, являются различные травы с мягкими листьями сочными. Это одуванчики, лопух, это сныть и обязательно крапива. В данных травах очень много различных микроэлементов. Для приготовления настоя понадобится 2 килограмма измельченной травы на 10 литров воды. Нужно настоять 5-7 дней, а затем опять же разбавить для полива в соотношении 1 к 10. Нужно отметить, что в такой раствор ни в коем случае нельзя добавлять щелочные удобрения. Это, например, зола, доломитовая мука, потому что в щелочной среде весь азот нужен для растений улетучиться. В такую бродиловку можно добавить лимонную кислоту. В кислой среде азот будет удерживаться. Кроме того, лимонная кислота благотворно повлияет на усвоение элементов питания растениями. Не будет происходить блокировки одних элементов другими. Значит, в такой раствор, уже готовый для полива, добавляется 1 столовая ложка лимонной кислоты на 10 литров воды. Хочу обратить внимание, что и бродиловку, и хлебный настой, настой дрожжей и другие жидкие подкормки нужно разбавлять только теплой водой. Вода для полива должна быть плюс 18, плюс 20 градусов. Ни в коем случае нельзя разбавлять бродиловку тужа холодной водой из колодца, сразу же холодной скважины, потому что растения получат шок, у них начнут осыпаться и желтеть листья, и урожая вы можете не дождаться. Теплолюбивые томаты даже могут погибнуть от такой холодной воды, поэтому полив только теплой водой. Для полива томатов, для активизации их роста, можно использовать, конечно же, и настой куриного помета, либо навоза. Но с такими подкормками нужно быть очень внимательными. Дело в том, что при избытке азота томаты начинают жировать. Они активно наращивают зеленую массу в ущерб цветению и плодоношению. Листья становятся темными, верхушки закручиваются, а зависть опадает. Очень активно растут листья и пасынки, поэтому очень внимательны и осторожны будьте с такими подкормками, как куриный помет, либо навоз. Подкормки с преобладанием азота нужны только в начале сезона, когда томаты должны хорошо нарастить вегетативную массу, должны пойти в рост, прижиться на новом месте. Во второй половине лета, когда уже томаты цветут, завязывают плоды, подкормки азотом нужно уменьшить в разы. В этот период томатам уже нужен в большей степени калий и фосфор. Не забудьте подкормить томаты, чтобы они порадовали вас урожаем. Спасибо за лайки и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok